Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта, меня зовут Мария и вы на канале Витэймлак. В последнее время к нам все чаще стали обращаться с запросом на недвижимость, которая подходит для получения гражданства. На самом деле для Мерсина это та еще задачка, потому что здесь, как мы знаем, многие объекты недвижимости имеют заниженную кадастровую стоимость. Но мы постарались и подобрали для вас топ-3 варианта недвижимости, подходящей для получения гражданства. Давайте посмотрим! И первое наше предложение для получения гражданства это коммерческое помещение, которое находится в очень проходимом месте. Это центр города, район Мейзитли, находится оно прямо вдоль трассы Д-400, вот здесь вот. Это коммерческое помещение площадью 100 квадратных метров. Сейчас там есть арендаторы и вот сейчас они по старому договору оплачивают 30 тысяч лир в месяц, но договор уже закончился. И мы провели аналитику здесь, в этом районе, в среднем сейчас аренда в таком помещении составляет где-то 50 тысяч лир в месяц. Поэтому это классное предложение, которое не просто будет как бы грузом находиться у вас здесь, что оно есть, а оно будет приносить вам доход. Ну и наше следующее предложение для гражданства это жилые уже квартиры от известного застройщика. И на данный момент для получения гражданства вам нужно будет приобрести 6 квартир. Это 6 квартир 1 плюс 1. Суммарная стоимость этих 6 квартир составит 480 тысяч долларов. И эта сумма подходит для получения гражданства. И самый главный плюс, что приобретая здесь квартиры, застройщик гарантирует вам доходность 8,3% от аренды. Квартиры эти вы можете сдать под управление и от одной квартиры у вас будет ежемесячный доход 550 долларов. Эти условия будут прописаны у вас в договоре. Квартиры эти будут представлены в такой планировке 1 плюс 1. Ее площадь чистая составляет 53,5 квадратных метра. Мы сейчас в входной зоне и далее перемещаемся на кухню. Кухня будет в таком виде. Это светлая столешница, также такие кремовые шкафы. И от застройщика еще будет установлена тройка с электрической плитой. Далее мы проходим в гостиную. Общая площадь гостиной, совмещенной с кухней, 22,8 квадратных метров. Важный момент, в этом комплексе будет центральное отопление, поэтому в этих квартирах всегда будет горячая вода. Из гостиной мы попадаем на балкон. Балкон в этой квартире совмещенный, его площадь 10 квадратных метров. Важный очень момент, что на вашем балконе не будет блоков от кондиционеров, потому что они будут установлены в специальном техническом помещении. Поэтому этот балкон в дальнейшем вы сможете остеклить и приятно проводить здесь свое время. Из спальни у нас такое вот большое панорамное окно с выходом на балкон. И проходим дальше. Комната очень просторная. Также от застройщика в комплектацию квартиры входит вот такой вот трехдверный шкаф. Тоже, считаю, большой плюс. Пойдемте дальше. В прихожей установлен шкаф от застройщика. И здесь у нас выводы под стиральную машину. Но если вам здесь будет это, допустим, неудобно, вы можете также перенести ее на балкон. Там тоже уже все коммуникации подведены. И далее у нас санузел. Санузел очень хорошей площади, просторный, с большой довольно душевой кабиной. И здесь еще дополнительное место для какого-нибудь там, например, шкафчика. Из внутренней инфраструктуры в комплексе, конечно же, будет бассейн с аквапарком, спортивные площадки, прогулочные зоны. И также будет крытый паркинг. И следующий вариант, который подходит для получения гражданства от застройщика Али Уду Иншат в комплексе Лавиния Премиум. Вы можете приобрести в этом комплексе две квартиры, планировки 3 плюс 1, и гражданство вам обеспечено. Либо можете купить квартиры 2 плюс 1, в этом случае их нужно купить 5. И тогда они будут подходить по кадастровой стоимости для получения гражданства. Сейчас предлагаю посмотреть квартиры 3 плюс 1. Лично мне, конечно, больше нравится вариант с двумя квартирами планировки 3 плюс 1. Во-первых, потому что здесь потрясающий вид на море, который никогда не застроится. И это в разы повышает ликвидность вашей квартиры. Мы уже делали обзор про эту квартиру, и вы можете его посмотреть, перейдя по ссылке. Я вам лишь напомню основные моменты, которые понравились лично мне. Здесь в первую очередь, конечно, мне понравился вид, который мы уже с вами видели 100 метров до моря, расстояние. Потом наличие вот этого окна на кухне очень классно. Причем это с видом на море. Ну и сама квартира очень хорошо спланирована. Вы можете выйти на балкон как из гостиной, так и из спальни. Тут есть гардеробная комната. И в каждой практически комнате здесь есть балкон. Еще один момент, который мне здесь понравился, это то, что здесь в зоне прихожей и в зоне гостиной крупногабаритная мраморная плитка. Сейчас посмотрим квартиры планировки 2 плюс 1. Напомню, что таких квартир нужно купить 5 у застройщика, чтобы получить гражданство. И мы в квартире 2 плюс 1. Здесь сейчас обустраивается шоурум. Поэтому здесь на самом деле такой вот бардак. Мы не обращаем на это внимание. Мы зашли с вами, чтобы посмотреть, какая будет планировка и примерно какая будет отделка. Вот мы сейчас находимся в зоне кухни. Здесь, как вы видите, также светлый мрамор, столешница из светлого мрамора. Очень красиво тоже сочетание красивой столешницы и вот этого фартука. Также здесь везде у нас и в гостиной, и в прихожей крупногабаритная плитка. Это тоже большой плюс. Здесь 75 квадратных метров примерно. Вот так вот выглядит прихожая. Вот здесь расположены две спальни и вот гостиная, собственно, с кухней. Скоро у нас уже будет красиво оборудован шоурум, и мы вам снимем еще один видеообзор с удовольствием. Вот, а сейчас пока просто, чтобы вы понимали, да, вот здесь вот зона у нас для телевизора, здесь вот зона отдыха, как вы видите, достаточно просторная комната, потому что большой угловой диван поместился. И есть выход на основной балкон. Балкон у нас совмещен с одной спальней. За шторами сейчас не видно, но здесь большое панорамное окно. Давайте посмотрим, какие здесь спальни. Сразу же видим, что в прихожей будет вот такой вот шкаф установленный от застройщика. Вот такая вот подвесная консоль. Вот это уже элемент декора для шоурум. Первая спальня у нас находится здесь. Она небольших размеров, но тем не менее, вы видите, что здесь все поместилось. Односпальная кровать, даже я бы сказала, полутерка, наверное, это. И шкаф трехдверный достаточно тоже вместительный здесь поместился. И вот именно из этой спальни вы тоже можете выйти на балкон. Это продолжение балкона из гостиной. Вот здесь как бы техническая часть балкона расположена. И можем оценить также размеры балкона. Здесь примерно 11 квадратных метров. Достаточно просторный балкон. И вид у нас открывается здесь на море и на горы. Вот с этого места вид открывается и на море, и на горы. А также на красивую территорию, которая будет когда-то красивой. В этой квартире два санузла. Здесь находится основной санузел с достаточно вместительной дышевой кабиной. И все необходимые инсталляции мебелью. И мы с вами заходим в мастер-рум. Это спальня для взрослых. Здесь от застройщика будет установлен встроенный четырехдверный зеркальный шкаф. Ну и также мы можем с вами оценить размеры этой комнаты. Видим, что здесь поместилась двухспальная кровать. Две прикроватные тумбочки очень хорошо встают здесь. Вот, также уже шкаф от застройщика здесь будет. Есть отдельный санузел и еще один дополнительный балкон. Причем он достаточно просторный. И стиральная машинка будет расположена именно на этом балконе. Посмотрите, он тоже достаточно просторный. Площадь этого балкона шесть квадратных метров. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из вариантов понравился вам. Лично мне понравился вариант с коммерческим помещением. Я считаю, что это очень классная, такая монументальная инвестиция, учитывая район, в котором он находится. Ну и по моему мнению, все три предложения достойны. Поэтому, если вы заинтересованы в турецком гражданстве, стоит обратить на эти варианты внимание. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии, на какую тему вы бы хотели увидеть следующее видеообзор. А мы с удовольствием снимем для вас такие интересные видеоролики. Мы желаем вам всего хорошего. Привет из Мерсина и всем прекрасного дня. Пока-пока. Пока-пока.